Никого нет, естественно, мы арендовали бассейн для нас, но и мы не вдвоем с Саней, и поэтому весело. Итак, сегодня у нас Рудик Саня, который будет делать бэкфлип на 10 тысяч подписчиков, самая прекрасная девушка в мире Татьяна и мой брат Иван. Что, Саня, кто будет сальтуху учиться? Идем. Клубы, покажи их профессионально, молодцы плавались. ПОДПИШИСЬ! Четыре сады ПЛАНТОР ПЛАНТОР КПЛАНТОР Саня, медитируй перед бэкфлипом. 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 Саня прыгал с места? Хорошо. Это означает, что он должен нормально, лучше за меня прыгнуть. Саня, медитируй перед бэкфлипом. 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 Да я понимаю. Мамы уже поведет здесь друзей. Тебе когда спуешь снять, ты проснулась. Ты по-берший раз? В смысле, по-берший раз. Тут Таня обнаружила великий кусок пармезана. Из него все порублено на маленький. Да. Это твоя мрія, наверное, да? Когда стану много, я тебе подарю такой кусок. Я не знаю, какой кусок стоит. Ривень пять тысяч. Ривень пять тысяч. Короче, дорогий он будет. А тут рибки. Сначала они живут, бедненькие. Мочаются тут. А потом они вот такие куски порублены. Риба там воняет. Да, фу, воно мертво просто. Воно мертво, наверное, из-за этого воняет, может. Да там вообще воно гниет. Ну, воно не здорово. Подивись на ее тишину. Не забудь помолитися Богу. Добре? Добре. Не забудь. И это... Ой, собака, давай. Чого она за шейником сама бігает? Может, сгубилась? Собачка? Ну, она пошла по своим делам. Если ты не забудешь помолиться Богу, помолишься сегодня вечером, то завтра в пенсионерах будут деньги. Президент назад заберет Крым там, что он там продал. Люди начнут жить лучше, перестанут смятиться. Дороги начнут. Люди перестанут хвориться, друг другу вважать зла, все начнут. Главное помолитись. Моя любименька девочка принесла мне пиццу голодным, бо я монтирую видео. Хорошенько. Ну, 140 гривень. В два раза больше. И ехать довше. Может, папе еще запитать? Какого не люблю. Еще и раньше выезжать надо, уявляешь? Моя сонечка едет на море. Расскажи. Я на папе заработаю. Едешь на море, да? В Египет. Первый раз в жизни Таня полетит на самолет. Это значит, что ты полетишь первое за меня. Я еще никогда не летал. У меня не было денег на самолет. Ну и визаны было. Сейчас я ввязала денег на самолет. И путешествия нет. Нет. Едет в плацкарте. Такие бывают в 5,40. Стоит в два раза дороже и ехать в два раза дольше. Как всегда. Короче, Таня едет на море. Втешествовать на 7 дней. Сколько? 250 долларов, да? 7 дней. 275 плюс 25 еще за визу. Короче, 300 долларов с людьми на 7 дней в отпочинку. Перелит, самолет, да? Проживание. Да. Проживание, еда включена. Да, все включено. 5 звезд. 5 звезд все включено. 300 долларов на 7 дней. У меня нет денег поехать на 7 дней. Поэтому Таня едет с братом. Потому что я бомж. Она даже мне пиццу купила, чтоб я поел. И сегодня мы шокуем. У нас 100 грамм пармезаны. Мажоры. Вот. Несколько кусочков? Это 43 гривны. Но это очень вкусный сыр. Он того стоит. Вот они возникли проблемы с добиранием до Львова. Где она должна садиться на самолет? Нет билетов на поезд, оказывается, да? Угу. Еще ты робишь за раз. В интернете что нет. Какие способы? Нет. В интернете есть. Билеты на вокзал? Чи маршрутки? А что маршрутка я не хочу? Потому что маршрутки не ездить. Ааа. Трудно у нас с этим всем тяжело. Билеты нужно заранее покупать. Потому что у нас люди все бомжи. Денег на машине нет. И все на поездах ездят. Я не могу сказать, что за сутки до единого все билеты разкупили. Блокарты еще? Нет. Не хочу на блокарты. Просто все студенты ездят в Львов, учебу. И что именно вчера решили купить билеты все? Да. Эти ЖД вокзалы жулики. Они же все мутят. Всегда так. Может специально чтобы все покупали эти билеты. А потом в последний момент будут идти билеты. Может чтобы покупали дорожшие билеты. Ну и 2 часа ждать. Это же не много еще. Помнишь, как мы ждали 11 часов или сколько в Одессе? А потом еще ждали 5 часов в Львове ночью на вокзале. В основном, я на вокзале. Вот таким мы на перьях. Помнишь ночью? Всех раз мы тут не ждали, когда нас идем съездил. В чьем она ключица была сломана. До сих пор хрустит и болит. Оказалось, не сломано. Мопс пье полулитровой. Ну да, если кто-то спит. Глянь, нормально будет. И вот здесь уже не выбрано. Пойдемте нас, пожалуйста. Раз иконечка, не ожидала, наверное, да? Давно дивится? По сторонам. Я ткивала, стиху по нас. Прибрать. Сол с томатной, сыр твердый, сыр, моцарелла, шпинат, цеполе, яйца, спеце, мускатный горюк, чорный перец. Я колись її замовляв. Тепер її нема. Ця пиццерія після оновлення. Просто пиццерія без м'яса, якихось таких вишуканих, смачних нема, які звичайні залишили в всіх пиццеріях. А було дуже багато. З яйцем, щем хочу, тут почти немало, немало. Ні, це є маленьких, немало. Після того, як Фреймут сюда пройшла, оновили пиццерію. Бо, раніше, не казали, у нас немає ингредиентів, а тут просто використали. Далі? Ні раз, коли ми сюди приходили, ми ждали пиццу, ось десяти минут сказали, що немає. Потім ми сказали другу, через 10 муку пришли, сказали, що таких ингредиентів немає. В итоге нам сказали, що тесто не зашло. Тесто не подошло. Як, ну... Такі роки не подошли. Не подошло. І не зашло. В общем, і сьогодні, спустя нескільки років... Такі заклади, і оновлюють, там покращують, і дають нова життя. Ну, короче, да. Передача, в якій прийшла сюди Ольга і Анну Вилла, тут ресторан. Сказали, що нормально зробили, у нас в групі ВКонтакте написали, що вже можна сюди заходить, а нова пиццерія. І, в общем, все-таки, пицц нет в меню половини. І салат сказали, буду робити полчаса меню, тому що у них проблеми на кухні. А компота немає. Шесть гривень, так як везде вилуйка. Це дорого. А салат з майонезами не було в составі майонеза, я його не був. Манкетка 50% стоїть стоїмості, а салфеток – нет. Бідненькі кисечки. А ця чо так дихає? Уже продушила? А, воно позихає. Бідненькі, вони трусяться, їм тут холодно на базарі. На країн маленький. На країн може цю. А дуби, тут ще одна є? Там багато. А, це одна маленька така. Це таке гарненько, гарнепрусінько. Ну, а хто вона мені така, ну, а хто вона мені така, ну, я тут тоже таке робила. Дайте хату, дайте хату, дайте хату, дайте мій житло. І на садусь каже, дайте хату. Слуха, чого ти мене її до себе зробняєш? Я кажу, я кажу, що... А що є тут такого поганого? Говорю, що взрослі люди розійшлися. Так багато в сім'ях, хто робить. Я не буду міняти хату. Я не буду міняти хату. Ну, може, я хочу з кимсь би привела когось. То куди я привожу? До тебе гляне, то, блядь, в обморок на тебе впаде. Тоби ж на тебе не впав. Ну, я був, мені стигно. Харкаті слухать кожен день. Я на тебе гляну, у тебе вже взгляд агресівна. Ти от ходиш, ти... В тебе тільки агресія, тільки ненависті до людей, до всіх. Що ти аж можеш лопнути. Ні, я, блядь, буду в сраху тобі не за ті всі. Ти охуєла чи що? Я тебе не буду. Вона колись хату, хоть ти не рівняй дебілої, дих, блядь, корець дебіло, до мене. Так. Ваня, що до мене срах і срах. Харці всі мають хати. Ну, то добре, але я не ваша родичка. Я не твоя родичка і не корецька, блядь, не дай Бог. Гена, матері ми не простили нічого. А зробили, що ми. Почекай, почекай. Ванька все забрав і я заберу. Почекай, мені по Ваню вона лежить. Ти мені хто така? Ваня собі взяв і я собі візму. І ти мені не кажеш, щоб я мала зробити, а своє заберу. Я своє заберу. Бери, 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 ти мені сплатиш. А не, то я судом розв'язаю. Я дачу продаю. Ну, то все. Хочо не кричить? Ну, то дядь мені говориться, я якась тамнатка і я таке виробляю. Не, я продаваю, не кричи, я не кричу. Ванька, буси продать, ми доложимо тобі все там. Я не кричу, Ванька своє взяв і я візму. Віддай ти тисяч доларів в ту кімнатну квартиру, ми тобі сплотимо підеш. Дитя, чого ти кричуєш? Підеш. Я не хочу зробити, я просто хочу своє взяв. Ну, візму. А чому я маю його не взяв? Ванька взяв, а я маю не взяв. Короче, друзі, я покрасила вилку, раму, колеса. Продаю велик, щоб їхати куде-небудь в Іспанію, искати себе роботу, жити, устраювати свою життя. А в те време, як моя зістра, 40-летняя просить маму деньги на квартиру. А мама говорит, ребёнок, дадим тебе денег, дадим, продадим дачу, всё тебе дадим. Маленькая девочка, 40 лет уже, не систи почти. А все дела у нас, каждый день такие распорочки. Как вам? Нормально? А пока что я монтирую профайл Мэлэя. Вот здесь, смотрите, вот дроп такой. Короче, полное мясо. Скоро будет 6.3, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть этот фильм. Лучше в Украине и в лучшей мире. Давайте так, будем. Как назовёшь, самолёт так и полетит, да? Или корабль так и поплывёт. Так давайте называть его лучшими, он станет лучшим. Монтирую профайл Вавана, увлёкся и вот. К чему приводит монтаж? Молоко. Висовая каша. Ну, увлекаюсь сильно, не могу отрываться. Наконец-то к нам пришла весна. Всё тает. Артём? Миша? Давай самую жёсткую бомбочку, какую можешь. Я в видос вставлю наш. Хотим подивайся.